В скором времени навечается крестовый поход на Киев, состоящий из религиозных... Так он уже идет или не идет? Я понять не могу. Не идет. Собирается на 26 число. Будет состоять из религиозных организаций. Как вы думаете, на это стоит реагировать? Членам, сторонникам партии 5-10, как на это будете вы реагировать? Будете ли изгонять подставки под флаги? Ну, надо будет постараться воспользоваться тем, что, в общем-то, навезут толпу подставок. Это, конечно же, будет поход за деньги. Хотя там много будет верующих. Я думаю, что это какая-то провокация. Сейчас, подожди, я перезвоню. Это какая-то провокация со стороны великого русского мира, своего православия. И что они надумали, я не знаю. Но то, что это будет жара, лето, я думаю, что особо переживать не стоит. Пройдут. Они уже пытались здесь становиться. И Путин все время пытается здесь гражданскую войну установить или этнический конфликт. Или конфликт на религиозной почве между украинским православием и российским православием. Но думаю, что ему это не удастся, как не удалось на Донбассе развязать гражданскую войну. Потому что ненависти среди украинцев к украинцам нет. Есть завезенные боевики Путина, которые спровоцировали деньгами часть безработных людей на Донбассе, которые пытаются воевать. На этой части Украины ничего вообще не получится. Потому что очень устойчивое и образованное население проживает, во всяком случае, в Киеве. То есть вы думаете, что Киев не находится в опасности? Нет, Киев не находится в опасности. Походят и уйдут отсюда. Меня больше беспокоит, что они будут ходить и гадить. Потому что их много, туалетов наверняка им не наставят. И эти куча верующих нагадят по всей своему маршруту. Дай бог, чтобы у них хватило денег на белый туалет. Но прогнозируют, что будут драки, как минимум. Потому что они зайдут с георгиевскими ленточками, с русскими флагами. Ну, будут, наверное, и со стороны. То есть это действие будет использовано российской пропагандой уже у них в Кремле. На кремлевских каналах. И, конечно же, здесь вот эти наши боевые дружины. Так называемый правый сектор, Трезуб. Все, кто захочет отстроиться на них, будут отстраиваться. Это безусловно. Главное, чтобы они делали это красиво. То есть показать, возможно, красивый протест киевлян. То есть протест здоровых людей. Людей, мы их называем, новых украинцев. Которые, безусловно, есть в Украине. Может быть, не подавляющее большинство, но они уже есть. Новые украинцы, которые хотят жить по-европейски. Им даже в Европу не обязательно вступать. Но они уже европейцами себя ощущают. Они живут по-другому. У них взгляд другой. У них одежда приличная. И, конечно, это мракобесие в виде этих походов. Это, конечно же, жесть чисто кремлевская. Думаю, что в Киеве, в Украине это уже не пойдет. Киев сильно оторвался за год от Кремля. И от вот этого мракобесия. И у нас появляется более чистая вера. Уже, может быть, даже не в православие, не в Бога. А вера в будущее. Будущее для Украины. Субтитры создавал DimaTorzok